Все четыре фракции, входящие в коалицию, до сих пор в ее составе. После того, как умер Бекти Кибаев, лидер самой малочисленной группы в парламенте, заявил, что альянс покидать не собирается, внимание в этом вопросе перешло к СДПК. Все последнее время депутаты и СМИ муссировали мнение, что именно эта фракция возьмет на себя ответственность и распустит этот, ставший уже формальным, союз. Накануне, на закрытом заседании социал-демократов, шло обсуждение поправок в Конституцию. Предполагалось, что там и примут кардинальное решение, но официальных заявлений так и не последовало. Коалиция работает, депутаты работают, комитеты работают. Есть мнение, что у нас никогда не было так, чтобы наши взгляды полностью совпадали. И так по многим вопросам. У каждого есть свой взгляд и прежде всего политический. Почему ни одна из фракций не идет на этот шаг? У каждой, скорее всего, есть причины. Но из официальных объяснений лишь мы не нарушаем обязательность соглашения. А право на мнение и предложение никто не отменял. УНГ, к примеру, показали свой характер, когда в разрез позиций социал-демократов и их очевидным правом на квоту на пост главы Комитета по госустройству судебным вопросам потребовали зарегистрировать и их кандидата. Кыргызстан и УНГ прогресс нет оснований для выхода из коалиции. То есть мы выполняем свои коалиционные обязательства, мы работаем в своем направлении. У нас нет, заявляют эти две фракции, поэтому зачем нам выходить из коалиции большинства? Сейчас только единственный способ, если СДПК, обладая 38 голосами, выйдет из коалиции, тогда коалиции развалятся. Потому что существование коалиции в этом формате достаточно сложно получается. И поэтому вопрос распада коалиции, он актуален, он может иметь место. Объективно, наибольшее противостояние сегодня оказывает Атамикен. Со стороны их лидеров последовало ожесточенное сопротивление инициативе изменений в основной закон государства, который поддерживается почти всеми остальными фракциями. Несмотря на то, что все соответствующие обсуждения прошли, аргументы приведены, законопроект уже рассматривается в комитетах Тикибаев, по словам его коллег по палате. Всеми правдами и неправдами ставят палки в колеса этого процесса. Общество слушает сейчас, народ знает, что Атамикенцы в коалиции в данное время. И тут же они критикуют, тут же они говорят всякие. Но я думаю, еще время не подошло, время не подошло. Посмотрим, еще будем наблюдать, слушать, что скажут. Но если, конечно, без конца будет, находясь в коалиции, без конца будет критиковать коалицию, без конца будет говорить против коалиции, я думаю, тогда такой коалиции не нужен будет. Выход из альянса фракции Атамикен ничего в общем и целом не решит. Минус 11 депутатов для альянса не повлечет особых последствий. Большинство сохраняется, если только из идеологических соображений. Но Атамикен пока не торопится. Второй вопрос. Какой? По поводу коалиции. Давайте это оставим на следующий раз. Это наводит на мысль, что фракция чего-то выжидает. И, возможно, говорят эксперты, находясь все еще в коалиции, пытаются влиять на ход событий. Унигу, которая еще неделю назад делала громкие заявления и была заподозрена в сочувствии Атамикену, сегодня держит нейтральный курс. Елена Яковлева, Алтенбек-Канебек-Улу, НТС.